Ребята, всем привет! Новый влог снова на PlayStation Vita, наверное уже пятый по счёту. На одну снимаю, другую держу в руках, но чтобы точно можно было поверить, что это я на неё снимаю, начнём влог сразу с зеркала. Фронтальная камера PlayStation Vita. Полина обчихалась, а я только вышел из спальни и думаю идти завтракать. У меня конечно есть свеженький, вчера сваренный борщ, но я думаю пойти доесть кабачковую икру, потому что она ужасно быстро пропадает. Ты откроешь её, а потом обнаруживаешь, что она через 2 или 3 дня вся в плесени. А у меня здесь как раз заражено помещение очень сильно плесенью, так что пойду-ка я лучше бутеры с икрой делать. Значит обсудим самые популярные темы в комментариях. Так, ну начнём со звука, это вот чисто то, что я хотел сказать. На PS Vita это волшебная палочка, влоги заходят лучше и мне самому очень нравится на неё снимать. Единственное, что я очень хотел бы улучшить качество звука, чтобы вы меня прям чётко, чистенько слышали. Ладно, картинка, это понятно, чтобы звук был приятный. И я пытался это улучшить, но когда к ней подключаешь микрофон от смартфона, она шумодавом гасит не шумы, а тебя, твой голос. 5 секунд звук нормальный, потом гасится. Но это технические моменты, да, это мало кому интересно. Я сейчас другую петличку подключил, тоже не заработала. Она пишет только своим микрофоном. С одной стороны, это классно. Достоверно вы чувствуете именно её звук, слышите, как именно приставка пишет. Но если вы смотрите 35-ти минутный влог от меня, то начинаешь невольно уставать от этого ужасного гула. Ты слышишь эхо, слышишь все шумы вокруг. И, ну, неприятный звук. Хотелось бы это исправить, но пока пишем так. Потом, один из самых популярных комментариев, он похож на бабу. Это какой-то странный персонаж. Действительно, меня очень часто путают с девушкой. И я не один такой, мы с другом вместе ходили с длинными, ровными, гладкими волосами. Мы оба геймеры, кто-то скажет задроты. Мы очень любим видеоигры. Идём мы, значит, от меня к нему. И бывает кто-то остановится там, или в автобусе едем. И говорят, девушки, девушки, садитесь, присаживайтесь на места. Там, если уступить в автобусе, то нас называли девушками. И был даже такой случай, когда моего друга на дороге, короче, остановилась машина, открылось окно, и человек предлагал ему куда-то там поехать. Причём он вроде понял, в конце концов, что это парень, но своё решение не поменял. Он предлагал куда-то поехать. В общем, странные бывают люди, и за девушек принимают, и чем-то там хотят заняться. Вот такие бывают моменты. Второе, это моё отношение к 9 мая. Человеку показалось, что я как-то не так там выразился, что я недостаточно ликую в этот праздничный день. Но на самом деле, это важный день, оно понятно. Но ты когда стариков смотришь, кто был причастен к этому, или жил в те времена, они, бывает, рассказывают со слезами на глазах, чуть ли не плачут об этом. Там люди теряли родственников, здоровье, и вот это всё, это очень грустно, во-первых. И сейчас из этого делают какую-то клоунаду в текущей власти, и к этому ты не хочешь быть причастным. Причём отвратительные фразы «можем повторить». Они понимают вообще, что они говорят «можем повторить». Вот этот весь ужас, что происходил, бессмысленные смерти и разрушения, об этом даже говорить страшно. А они пускают такие страшные фразы. Поэтому я очень вскользь прошёл по этому дню, и лучше его вообще никак не задевать. А то можно произвести процесс набрасывания говна на вентилятор, и вот это вот всё. Сейчас происходит такое страшное, на что мы не можем повлиять. И третья тема была по поводу экономии на продуктах, и сможем ли мы на 10 тысяч рублей прожить в месяц. Во-первых, планочка, честно говоря, довольно высокая. Мы сможем, я думаю, если не будем покупать креветки и ликёры какие-нибудь, там ещё напитки и виски. И 8 тысяч даже, мне кажется, реальной планкой, которую можно соблюсти. Вот если ниже 7, это уже будет посложнее. Человек написал, что можно жить на крупах. И действительно, люди, которые этим занимаются, которые стараются мало тратить на продукты, они часто крупы покупают. Но я с детства их не могу есть, меня от них тошнит. Это звучит так, будто меня ими перекормили, я не могу их теперь есть. Но нет, вроде бы я много их не ел с детства, у меня такое, я не могу глотать крупы. Какую-нибудь кашу кто-то сделает, и мне тяжело её проглотить. Вот так вот, как будто это какая-то блевота. Вот, как ты не готовь. Единственное, что я кое-как могу в себя затолкнуть, это рис. Какой-нибудь с морковкой, там, с соевым соусом, как-нибудь вкусно приготовленный рис. А вот гречневую и прочие крупы я есть не могу. С макаронами тоже всё очень плохо. Пельмени терпеть не могу. Но мне повезло, что я могу спокойно есть сладкую воду с хлебом, ничем не намазанным. Или могу просто хавать свежий хлеб, как он есть, нормально, аппетитно. А ещё я обожаю картофель почти во всех его проявлениях. Я его могу есть сырой, печёный, жареный, варёный, даже не свежий варёный, лишь бы он был ещё съедобный. В общем, картофель классная штука, дешёвая, хорошо, что у нас на него держат низкие цены в магазинах. А ещё нас спасает Пятёрочка и Магнит. Они прям вывозят таких экономистов, как я, на себя вытаскивают. Я вот помню, когда Магнит появился, мы офигели, какие низкие цены. А чё так можно было? Потому что до этого ты ходишь по рынкам, собираешь эти овощи, ты ходишь в магазины, пытаешься что-то там нашакалить подешевле, и не получается найти что-то дешёвое, разоряешься. А Магнит, когда появился, мы такие, вау, на 500 рублей накупил столько еды. И вот это было круто. Сейчас мы привыкли уже к этим супермаркетам, и во всякие рынки и магазинчики частные лучше не соваться. Ещё один популярный стал вопрос в комментариях, уже несколько раз его видел. На что же вы живёте, если на работу вы не ходите? У меня раньше была работа, и мы тратили намного меньше, чем получалось зарабатывать. Мы продолжали делать дело, не ездили в отпуска, не развлекались, по кафешкам не ходили. Мы сидели за ноутбуками и получали удовольствие от видеоигр. Старались из дома лишний раз не вылазить, как будто бы денег у нас больше не стало, хотя их стало больше. И получилось накопить подушку, на которую мы теперь живём. Я надеюсь, что сможем жить долго. Полина вчера купила бананов, по-моему, 4 штуки. Один она уже затрепала. Красиво они, конечно, смотрятся на столе. К маме приходишь, у неё же племянница, ей там дали сигнал, что нужно, чтобы разнообразный рацион был, чтобы разное питание было в холодильнике и на столе. И хоть они редко приходят проверять фактическое состояние жилища, но действительно у мамы появились апельсины, мандарины, яблоки, бананы. Приходишь, она как из богатой семьи теперь, у неё прям фрукты лежат. И у меня вот это ассоциируется. Если у людей лежат бананы, нетронутые на столе, или что-то такое, что дорого стоит, ты думаешь, вау, ничего себе, у них что, всё хорошо с деньгами, это признак нормального достатка. Потому что если ты взял бананы, они фактически жёстко увеличивают твой чек на кассе. И просто так ты их не возьмёшь. А они у них лежат несъеденные. А у меня позавчера открыта была кабачковая икра. Она очень быстро пропадает. Так что сейчас при наличии борща и свежего хлеба я буду вынужден хавать икру, пока я за неё не забыл, и она не стухла нафиг полностью. Будем завтракать. Зеркальный коридор. Одна PlayStation Vita напротив другой. Вон она в отражении, видно там её? Только эта выключена, вторая. А ещё один человек пишет, что мы якобы грубо обращаемся с гусями и самих дразним. Вы представляете, ты идёшь в туалет, беззащитный человечешка, без палки, не дразнишь никого. Ты просто шагаешь по двору. А эта стая на тебя бежит, орёт и пытается тебя покусать. Ещё сзади догоняют, как собаки, и хотят сзади тяпнуть тебя. Но вот приходится от них отмахиваться каким-нибудь предметом, чтобы они отходили назад. Они прям такие стали агрессивные и кусачие. И стали они такими сами. Сначала они были пугливые, когда были мелкие. И они, как курицы, разбегались в стороны при виде человека и забивались в дальний угол. А потом одна из них стала более смелой и стала подходить к забору, орать на тебя и пытаться укусить через сетку, через забор. А теперь они прям без сетки идут на тебя и совсем страх потеряли. Я выхожу на дне, сонный, во двор, днём, глаза, там свет мне слепит, зрение. Я как-то иду, слышу, кто-то окликает меня. Оглядываюсь, сосед через забор кричит, что-то там говорит. А гуси орут, я не могу понять. В общем, он спрашивал, они вас тоже кусают, говорит. В общем, не знаю, как они об этом узнали, но он спросил, кусают ли они хозяев. И да, они хотят откусить палец, потому что одна меня так за палец ухватила до крови, продрала мне оба слоя кожи, потекла кровь и давление было такое сильное, будто она мой палец воспринимает за морковку, которую нужно сейчас откусить. Она отломится и она сможет это прожевать. Они реально стали какие-то агрессивные и нет, мы их не провоцируем. И что же эти защитники животных сказали бы, если бы вы видели, как с ними некоторые обращаются. Есть очень жесткие видео в интернетах, как убивают свиней, и это все очень жестоко выглядит. А еще недавно гуси погнались за мамой, а она с ними церемониться не стала и ухватила его, отбросила в сторону. Это было классно, жаль я это не снял. Бежит гусь, хочет укусить, его хватает за шею и бросает в сторону. Он отлетает и недовольный удаляется. Давайте ее включим. Она включается со значком PlayStation. Так это симпатично выглядит. Теперь я знаю, что чтобы зарядить PlayStation Vita полностью, нужно это делать в выключенном состоянии. Вот смартфоны легко и просто заряжаются до 100%, будучи включенными. А и Vita для того, чтобы зарядиться до 98%, должна быть выключена. Вот тут у нас 94% имеется, но она уже пару дней стоит на полке выключенная. Так что заряд, наверное, немножко снизился. Такая куча игр здесь стоит. Кто-то их наустанавливал. Здесь есть пара игр, так и которая мне понравилась. Вот вроде игра Dead Nation, кажется. Вид сверху, типа халдайверов. Ты бегаешь, целишься правым аналогом, левым бегаешь. Вокруг зомби. Но оно не слишком отвратительно, не страшно. Какие-то кусты кругом. В общем, она на халдайверов похожа. Ты выживаешь, а на тебя орды вокруг нападают. И потом ты попадаешь в буферную зону безопасную, где можешь отдышаться, типа. И потом начинается следующий уровень. Вот эта игрулина мне понравилась. Я бы ее перенес на свою Vita, на которую я сейчас снимаю. А еще есть GTA 3 и GTA Vice City. Те вот самые более серьезные настольные. В них нельзя плавать, вот в Vice City в этой. Но люди считают, что она лучше, эта Vice City, типа компьютерная. Чем Vice City Stories наша на PSP. В общем, я бы их перенес. Но тут не все так просто, насколько я знаю. Нельзя просто взять, как на PSP, перекинуть с карты на карту образ. И радоваться, что они у меня появились на другой PSP. Здесь с этим похуже. Пока не знаю. Нам даже человек уже написал с Полиной. Спросил, а как вы установили GTA Vice City и где ее взять. А мы и сами не знаем, потому что она была здесь с покупки. Еще один человек советовал мне Rayman. И они тут оба стоят. Rayman Legends и Origins. А на другой моей PS Vita, первой, на которой я сейчас видео снимаю, стоит один Rayman. И также он у меня был на смартфоне. Я искал игры, которые на Android работают с геймпадом полностью. Которые можно на смартфоне с джойстиком играть. И я как раз в Rayman играл. У меня был мой обожаемый Galaxy A3 2016. Это такой стеклянно-алюминиевый смартфон с OLED-экраном. Очень приятный, тактильный. Прям я его очень ценил. Но потом поменял на S8. И я вот на этом A3 2016 в Rayman гонял. Здесь вот они есть, стоят. Еще тут стоит Terraria. И должен быть... А Minecraft у меня на другой, значит, стоит консоль. А, вон он, Minecraft. Так что здесь и Terraria, и Minecraft в наличии. Вот на PSP же тоже есть Minecraft. Причем разные версии. У меня на разных PSP-хах разный Minecraft. И я купил свою PSP Go. И на ней есть русская версия GTA Vice City Stories. Ну, сильно не раскатывайте губу. Там субтитры русские. Ну, хотя бы ты уже понимаешь, куда тебя посылают. Что от тебя хотят на миссии. И там есть другая версия Minecraft. Наверное, самая качественная, что есть. Но из-за того, что на PSP нет второго аналога, правого. Ты вот этими символами, квадратик, кружок, крестик, ты ими вращаешь камерой. И это не очень удобно. У старого геймера вышел новый видос. Длинный, на 2 часа. Как мы любим. Про эти приставочки. Мне лично интереснее всего GPD Wing 4 и Nintendo Switch OLED. Прямо вот про эти штуки мне смотреть интересно. Открыл энергетик. Налью себе напитка. Потому что чай кончился. Я, конечно, начал день с чая, который Полина вчера наливала. Но весь чай я уже выпил. Стаканы стоят пустые, как вы видите. А мне не хватило. Бутерброды с икрой делаю. Сейчас буду есть бутеры с икрой с энергетиком. Передайте привет моей пищеварительной системе. Животу. Все, кто сочувствует. Пить энергетик каждый день. Что станет с человеком, если он будет жить в плесени и пить энергетик каждый день? Он станет Антохой-влогером. Конечно, эта GTA Vice City выглядит качественнее на PS Vita, потому что PSP-шная она в низком разрешении запускается и она немного мутная. А вот эта, она четкая, как говорится, пиксель в пиксель. И она хорошо выглядит. Смотрите, то самое меню компьютерное. Начать игру. Загрузить игру. И давайте что-нибудь загрузим. Как же отель тут этот классно выглядит, где нас включают в Vice City. Уютный такой, красивый. И он остановился именно на этой улице. Ocean Beach. Как тут красиво, офигенно. И ты потом привыкаешь к таким ярким играм с неоновыми вывесками и таким окружением, атмосферой крутой, что мрак тебе становится вообще не по душе. Совсем не хочется в мрачные игры после этого играть. Я больше скажу, после GTA Vice City я и San Andreas видеть не хотел. Люди хвалили GTA San Andreas в 2005 году. Многие в нее играли. А я не хотел. Я видел, что в Vice City лучше графика. Не просто ярче, действительно четче графика. И потом годы это подтвердили. GTA San Andreas не поддерживает современные мониторы. В San Andreas нельзя разрешение поставить высокое. А Vice City, которая вышла раньше, она поддерживает. Так, тут радио меняется левой кнопкой. L-кой. Vice City, в общем, более вышла. Крутая, совершенная. И ее, насколько я знаю, до сих пор можно играть на современных компьютерах в высоком разрешении. В отличие от GTA San Andreas компьютерной. Я нашел паблик ВКонтакте по вот этим репакам игр для Vita. Ну, кастомным играм, которых на нее не существует. Я думал, там найду кладезь игр каких-то интересных, которые люди портировали сюда. Фиг тебе. Один хлам какой-то лежит. Интересных игр я там не нашел. Наверное, их где-то берут на сайтах, на форумах. Может, на зарубежных. Вот где люди взяли сюда GTA-шки. Причем одна GTA-шка, третья, она вообще полностью русифицированная. Кто-то заморочился и перевел в радио для GTA 3. Это как так-то вообще? Наши текущие успехи по челленджу с растратами на продукты в такой ситуации сейчас. Сейчас 11 число. Прошла треть месяца. И мы потратили 2184 рубля на продукты, на питание. Мы 4 раза ходили за это время в магазин. И потратили, грубо говоря, на 2,2 тысячи рублей из 10. Так что пока мы укладываемся в этот лимит и все хорошо. Но если мы вложимся, попробуем в следующий раз чуть-чуть усложнить себе задачу. И попробуем это снизить на одну тысячу рублей. Ах ты гусь! Собачий гусь! Тут человек на видео, что я смотрю, запустил Uncharted 4 на портативной консоли на Windows, насколько я понимаю. Uncharted 4. До этого он упомянул эмулятор PlayStation 3, о котором я знать не знаю. Моя любимая GTA 5 с повреждениями, с физикой, где можно топтать машины или бить их острым предметом, машины. И они деформируются. Это вам не подделка на PlayStation 4 или на ПК. На ПК говно GTA 5. На PS3 самая лучшая версия. И Red Dead Redemption я скучаю. И другие игры. Я свою PS3 продал. Я что, могу поиграть на компьютере в свои игры на PS3, если я все правильно понял? Уже существует эмулятор? Я что, сидел в бункере и не знал об этом? Но этот чувак на видео, он запустил не третий Uncharted, не второй, а четвертый. А четвертый на PS3 не выходил. И он играет это на Windows. Я не пойму, это что? Это порт какой-то вышел? Или эмулятор PS4 тоже уже есть? В общем, надо эту тему мне пошелестить. Потому что у меня три мощных компа производительных. Ну, я имею ввиду два игровых ноута и стационарный пушка комп. И я бы хотел играть в Red Dead Redemption и GTA 5 на своем компе. Если там сохранения скачиваются, если все нормально. Потому что я уже задолбался. Раз по пять начинать эти гигантские игры. Раскачиваешь свое сохранение. У меня, представляете, у меня в Red Dead Redemption было больше 100 тысяч долларов в вестерне. Там же как бы валюта ценная еще относительно. Но я там раскачал себе сохранение очень сильно. Торговал всякими штуками. Ходил в лес. В общем, сохранение было крутое. Но это все улетает, потому что PS3 пишет. Сохранение созданы не вами. Когда ты меняешь прошивку. Вот такое получилось начало дня. Я уже позавтракал. Сейчас буду смотреть видос этого человека. Видос двухчасовой. Ну, может, я его буду слушать. Да, параллельно в комнате что-то делаю. У меня есть какие-то наброски плана. Что тут можно сделать. Руль притащить. Стол поставить. Но не знаю, буду ли я это делать сегодня. А на этом пока все. Я хочу, чтобы вот эти влоги с PS Vita выходили максимально оперативно и быстро. Если я вас не раздражаю и у вас есть Google аккаунт. Жмякайте там подписочку. Оставайтесь тут. Еще что-нибудь повыгружаем. Еще будут интересные истории. Не стесняйтесь оставлять комментарии. Тыкать там оценочки. Вдруг это поможет этому ролику быть немножко повыше. А на этом пока все. Скоро увидимся. Пока. Продолжение следует.